В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Тонны контрафактного моторного масла обнаружили полицейские на складах в Москве и Подмосковье. А в соседней Рязанской области закрыли цех, где и днём, и ночью этот контрафакт изготавливали. Промышленные масштабы поражают. При этом всё от бутылок до этикеток и голограмм было практически не отличить от оригинала. Ставка была на марки мировых производителей. Ущерб по предварительным подсчётам уже превышает 50 миллионов рублей. Разоблачение подпольного бизнеса в материале нашего корреспондента Максима Ларина. Один из столичных складов забит под завязку. В ангаре тонны моторного масла. Товар известных мировых производителей аккуратно упакован и вот-вот должен был оказаться на прилавках автомагазинов. Но теперь это улики в уголовном деле. А это Подмосковье. Улик здесь не меньше. Товар лишь на первый взгляд не вызывает подозрений. По итогам экспресс-анализа, который был проведён представителем правообладателя торговых марок, установлено, что изъятая продукция не является оригинальной. По предварительным оценкам, лицам, на имя которых зарегистрированы товарные знаки, причинён ущерб, превышающий 50 миллионов рублей. Проще говоря, масло контрафактное. В Рязанской области тоже был подобный склад, но самое главное, здесь находилось подпольное производство моторного масла. Масштабы промышленные. Это линия по разливу продукции. Всё, что оставалось, наклеить на бутылку и этикетку. В ходе обысков правоохранители изъяли сырьё для производства контрафакта 35 тонн готовой продукции, 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр, а ещё крышки и этикетки. Одним словом, всё то, что позволяло не отличить контрафактное моторное масло от настоящего. Производство закрыто. Склады с готовой продукцией опечатаны. По статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» возбуждено уголовное дело. Пока задержаны двое подозреваемых. Начальник производства – избытчик товара. Расследование продолжается. Максим Ларин, Петровка, 38. Оперативники западного округа столицы задержали грабителя, который на улице выхватил у девушки мобильный телефон стоимостью 150 тысяч рублей и скрылся. Всё произошло на Рублёвском шоссе. Я с мамой и сестрой шли домой и в сторону подъезда у меня выхватил телефон вор. И направился в сторону метро. Девушка тут же вызвала полицейских. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток установили и задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 24-летний приезжий. Мобильный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращён своей владелице. Мужчину подозревают в серии подобных преступлений, хотя сам он уверяет, кражу совершил впервые. Почему вы это сделали? Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Задержанному грозит до четырёх лет тюрьмы. Пропала собака не просто собака, а настоящий друг и член семьи. И четырёхлетний лабрадор по кличке Граф оказался в приюте для животных. Вот только хозяева об этом даже не догадывались. Они сбились с ног, пытаясь найти питомца. Тем временем знакомый, который увёз их собаку под благовидным предлогом, нагло выманивал деньги. Как собака вернулась в семью, расскажет Анна Ткаченко. Разлука длиной в три долгих месяца позади. Граф снова в объятиях родной хозяйки. Юлия вспоминает, в конце апреля Графа на время взял знакомой семьи. Молодой человек когда-то снимал жильё у Юлии и в целом внушал доверие. Он пообещал помочь с оформлением родословной для собаки, а также предложил чипировать пса. Но как только он увёз Графа, планы его резко поменялись. Начал посадить хозяйке, что у вас собаку везде в Жерск, после Жерска в Казань на Верску. И после Верска случился какой-то инцидент, и деньги, получается, вымогались. Парень заявил, что Граф серьёзно заболел. Срочно нужны деньги. В итоге он выманил у Юлии 400 тысяч рублей. В середине июня мужчина позвонил заявительнице и сообщил, что у собаки ухудшилось состояние здоровья и ей необходима срочная операция. Злоумышленник сообщил, что операция будет проводиться в Нижнем Новгороде и возникли дополнительные расходы, включая транспортировку собаки. После перевода денежной суммы заявительница выехала в Нижний Новгород, но по указанному адресу не обнаружила ни своей собаки, ни мужчины. Тогда Юлия поняла, пора обращаться в полицию. Графа сразу же начали искать и обнаружили в одном из подмосковных приютов для животных. Ребята, спасибо вам огромное. Вы вообще не представляете, даже живой ушла. Я не знаю, насколько он там породистый, насколько он ещё какой-то замечательный, просто сам по себе, потому что мы его любим. Это член семьи, поэтому я, ну, и живой-ка. Теперь похититель Лабрадора – фигурант уголовного дела по статье «Мошенничество». Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям, совершённым в столице. Анна Ткаченко, Ольга Горшкова, Сергей Емельянов, Петровка, 38. Ещё одного воришку вычислили сотрудники полиции. 36-летний москвич как на работу ездил в подмосковные Химки. Там выискивал машины премиум-класса. Вот одна из его поездок. За рулём своей чёрной иномарки молодой человек исследует улицы в поисках подходящей машины. Ему нужен не сам автомобиль, а его боковые зеркала. Вот злоумышленник уже с пакетом в руках идёт на дело. На всё про всё несколько секунд, и мужчина уже вскрывается с места. По имеющейся информации, злоумышленник ночью на своём автомобиле с подложными номерными знаками прибыл в микрорайон Левобережный с целью поиска определённой иномарки, у которой комплектующие запчасти являются востребованными и дорогостоящими. Присмотрев подходящее транспортное средство, правонарушитель демонтировал два боковых зеркала и скрылся. Сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей. Стражи порядка изучили видеозаписи и вышли на след подозреваемого. При задержании в его машине полицейские обнаружили регистрационные номера других машин. Так злоумышленник рассчитывал запутать правоохранителей. Со скольки автомобили похитили? На территории микрорайона Левобережный или ещё где-то в Химко совершали? Левобережный. Зеркала мужчина продал, а деньги потратил. Интересно, что на допросе злоумышленник сказал, что не имеет проблем с законом. Видимо, постеснялся делиться своим криминальным прошлым. Он уже ранее был судим тоже за кражи. Теперь у него новые проблемы с законом. О том, что ещё попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. Пассажир электрички Москва-Нара, увидев задремавшую женщину, выхватил у неё из кармана мобильный телефон и бросился на утёк. Потерпевшая побежала за ним, но догнать не смогла. Ущерб 30 тысяч рублей. Вскоре сыщики выяснили, преступление совершил ранее судимый 34-летний москвич. Он стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Похищенный телефон изъят и возвращён владелице. Аферист, который украл 600 тысяч рублей у 36 человек, предстанет перед судом в Красноярске. Мужчина звонил своим жертвам, представлялся сотрудником сотового оператора и обещал денежный бонус на банковскую карту. Узнавал у жертвы сначала данные карты, потом обманом получал доступ к интернет-банку и списывал оттуда деньги, а затем стал фигурантом уголовного дела о серии «Краш». В Биробиджане 36-летний пьяный местный житель сел в чужой автомобиль, достал нож и потребовал деньги у девушки, которая была за рулём. Потерпевшая не растерялась и вытолкала из машины непрошенного гостя. Злоумышленник решил скрыться в чужом дворе, а когда хозяин попытался его выставить, начал сопротивляться. Но его всё равно задержали. Протрезвев, ранее судимый мужчина раскаялся в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». На Камчатке задержан предприниматель, который попытался подкупить правоохранителей. Всё произошло, когда полицейские и сотрудники ФСБ пришли с проверкой на склад бизнесмена. Вот он, крабоварник. Оказалось, мужчина незаконно приобрёл более 4 тонн камчатского краба. Предположительно, добытого браконьерами. Товар был без необходимой маркировки и никаких документов на него бизнесмен представить не смог. Но мужчина не растерялся и быстро придумал, как решить эту маленькую проблему. Он предложил проверяющим взятку 3 миллиона рублей. И тут же положил в карман куртки полицейского часть суммы полмиллиона. Взяточника задержали с поличным. По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. В течение месяца наносил визиты жителям Новосибирска, когда их не было дома. Полицейские сдержали 40-летнего домушника, который посетил 6 районов города, чтобы обогатиться. На этих кадрах злоумышленник покидает квартиру, из которой вынес всё самое ценное. Вскоре его зафиксировала камера наблюдения уже в другом районе города. По видеозаписям стражи порядка вычислили вора. Сопротивление мужчина не оказывал. Видимо, понимал, что рано или поздно за ним придут. Полицейскими установлено, что в период с 30 мая по 26 июня текущего года 40-летний житель Ленинского района совершил 8 краж и 4 покушения на кражи из квартир Новосибирцев, расположенных на первых этажах жилых домов, куда проникал через окна путём их отжатия. Домушником оказался ранее судимый безработный. Проблемы с законом у него были из-за наркотиков и грабежей. В прошлом году мужчина вышел из тюрьмы, где провёл последние 16 лет. Известно, что перед совершением преступления злоумышленник различными способами проверял, есть ли кто дома. Он заглядывал в окна, звонил в дверь, а пробирался в чужие жилища днём, когда хозяева были на работе. Добычей вора стали норковые шубы, золотые украшения и деньги. Стражи порядка на водном транспорте отметили день рождения своей службы. 104 года на воде. Начальник главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин поздравил подчинённых, рассказал об оснащении водной полиции и о новинках техники, которые в ближайшее время поступят в распоряжение Стражей порядка. В этот день сотрудники речной полиции сушили вёсла. В переносном смысле, конечно. Под прицелом телекамер подвели итоги своей работы. Причина самая, что ни на есть праздничная. 104 года со дня основания. Чем не повод для начала вспомнить историю родной службы. История речной полиции, она ещё с середины 19 века. Был первоначальный акт утверждён Александром II, который как раз и создал в структуре тех ещё так называемых правоохранительных органов непосредственно речную полицию. То, что в веке 19 начиналось с двухвёсельных лодок, в 21 веке продолжается на таких суперсовременных катерах. Здесь два двигателя с суммарной мощностью 440 лошадиных сил. На палубу может принять десантно-штурмовую группу. Резиновый борт специально для того, чтобы идти на абордаж. Впрочем, был в истории речных стражей перерыв. После революции службу упразднили. Но очень скоро осознали ошибку и декретом от 25 июля 1918 года правоохранителей опять спустили на воду. Эта дата и считается днём рождения службы. Романтика патрульному катеру по лесу. Вот романтика. По вашему левому пройду? Да, конечно, пробегайте. Даниил Игнатов из семьи военных. После школы решил связать свою жизнь с флотом и поступил в Петрозаводское речное училище. После окончания ходил в речном пароходстве механиком. Но однажды его потянуло к штурвалу. Я тогда принял для себя решение совместить свою мечту и, как сказать, мечту родителей, чтобы пойти на госслужбу. И я устроился в речную полицию. Получается, я и на службе, и я и занимаюсь своим любимым делом. Сегодня зона ответственности водной полиции – это 56 тысяч километров судоходных рек и каналов, 120 речных портов и более 70 морских. На всех этих необъятных просторах главные нарушители закона – браконьеры. Изъято более 3,5 тонны рыбы, почти что 26 километров сетей, 198 плавсредств. Жаркое лето гонит людей к водоемам, а спрос, как известно, рождает предложение. С началом судоходства на палубу частных плавательных средств зазывают всех желающих. К сожалению, капитаны некоторых из них зачастую исповедуют флебустерский образ жизни. Флебустеры – это такие разбойники на воде. Выявляется, когда и капитаны в состоянии алкогольного опьянения управляют и оказывают соответствующие услуги. Конечно, процессуально есть в этом году возбуждены Следственным комитетом Российской Федерации уголовные дела. Как известно, в флебустеры люди горячие, а если еще и разгоряченные горячительным, то могут попытаться уйти от патруля. Олег Калинкин уверил – не выйдет. Ведь работа по переоснащению водной полиции не прекращается никогда. Уже сегодня на вооружении есть гидроциклы из красные катера, оборудованные системами связи и навигацией. Они позволяют не только догнать и задержать нарушителей, но и прямо на борту проверить их по ведомственным электронным учетам. В перспективе поставка полицейским роботизированного комплекса, оснащенного воздушными и подводными беспилотными аппаратами. Илья Кремнев, Иван Перминов, Петровка, 38. На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи.